Всем привет! В этом выпуске мы научим персонажа прятать оружие при паркуре, ограничим возможность стрельбы, находясь при текке стены и проведем простую корректировку анимации из лечения топора. Откроем классы для работы. Класс персонажа. Алиэс Base Character Алиэс Аним А также класс Аним Монтэж Equip Under Arm Начнем с класса Алиэс Base Character Находим событие Set Movement Action Функция One Movement Action Change Создаем два диспетчера событий Первый назовем Movement to Mental Второй – Movement to None Two Mental вызовем для двух состояний паркура – Low Mental и High Mental Второй диспетчер будет возвращать наше исходное состояние Переходим к классу персонажа Теперь нам необходимо вызвать два только что созданных диспетчера событий Beggin Play Эти обломки можно удалить Упакуем чекпоинт Также удаляем инпуты с вычитанием и сложением хп В событии Beggin Play понадобится больше места В ноде последовательности добавляем пин Вызываем первый диспетчер Bind Event to Movement to Mantle Следом вызываем второй диспетчер Movement to None Создадим две переменные Создадим две переменные Near Val Retake Melee В первом диспетчере создадим событие Mental Holster Weapon Достаем ветку И проверяем имеется ли в наличии у персонажа оружие ближнего боя Если имеется Достаем функцию Holster and Pickup Weapon Чтобы на момент паркура Когда персонаж сбирается на различные уступы Оружие находящееся в руках Закреплялось к спине или поясу Из параметра ложь Достаем переменную CanFire Тем самым запрещая стрельбу Копируем функцию Чтобы на момент паркура Огнестрельное оружие автоматически пряталось Так, и в параметре Правда Добавьте переменную Retake Melee Добавляем событие второму диспетчеру Mental Recovery Weapon Добавляем ветку И переменной Retake Melee Разрешаем вернуть оружие ближнего боя в руки персонажа Если таковое было у него в руках до паркура Если не было, то из параметра ложь Достаем ветку и делаем проверку Установив следующее заключение о том Что у персонажа на момент паркура Было огнестрельное оружие Функции мы это подтверждаем Переменной CanFire Разрешаем стрельбу Упакуем событие Упакуем событие Переходим к Weapon Graph Переходим к Weapon Graph Change Weapon Здесь нам необходимо утвердить Ранее созданную процедуру По возвращению огнестрельного оружия В руки персонажа Установив задержку Например, в одну секунду И разрешить стрельбу Посмотрим Посмотрим, что у нас получилось Берем оружие Сбираемся на бокс На момент паркура У персонажа оружие переходит в задний сокет И при завершении паркура Оружие возвращается обратно в руки Теперь давайте создадим функцию Которая будет ограничивать стрельбу При нахождении персонажа у стены Функцию называем Wall Trace Достаем переменную HasWeapon Из нее переключатель Далее LanTraceByChannel Определением расстояния до стены Нам будет служить утилита Arrow Подпишем ее как Forward Trace Далее Получаем ее местоположение И направление Показываем отправную точку Подключив параметр Start Далее Достаем сложение И умножение Пин множителя Конвертируем в число с плавающей запятой Для установки фактического расстояния луча Значение 100 Отправляем это расстояние В параметр End Создаем массив Создаем массив Для текущего оружия Создаем массив Создаем массив Для текущего оружия Далее Далее Находясь у стены Мы также Возвращаем мирную стойку Персонажу Чтобы ограничить Free Fire Стрельбу Возвращаемся в Weapon Graph Переходим К событию I Am Scope Так как Мы только что Вызвали ограничение Боевой стойки При нахождении персонажа у стены То нам Необходимо Это спросить Самого события Но для начала Я уберу боевую стойку Для оружия ближнего боя Чтобы камера Не тряслась При каждом ударе Также Переменной NearVal Мы утвердили то Что если луч Достиг преграды То I Am не срабатывает Когда мы стоим В упор к стене Он там просто не нужен Переходим К событию Input Fire Здесь Мы также спрашиваем Коснулся ли луч Стены Если Коснулся Событие обрывается Персонаж Не стреляет Если Коснулся Мы продолжаем Через ветку Ложь Чтобы персонаж Мог стрелять Переходим В график Событий В блок С покадровым Событием Для обновления Луча Вызовем функцию Wall Trace Проверим наш ограничитель Берем пушку Подходим к стене И пытаемся Стрелять Отходим от стены Стрельба Разрешена Как и боевая стойка На вопрос Зачем это Например Для стелса Для укрытий Дополнительных анимаций Убийств И так далее Также Есть Небольшая проблема При переключении Оружия с огнестрела На оружие Ближнего боя Нужно слегка Подрезать кадры Переходим В ЛС Аним Экс Стоит Продублируем Стоит машин Достанем Достанем Modify Curve Добавим Пин с кривой Enable Hand Переходим Уведомления Уведомления Выбираем Добавить Состояние Overlay Override Notify State Выставляем Ползунок состояния От самого начала До Примерно 32 кадра До Примерно Пин Не забудьте Выставить Четвертый Пин Иначе Левая рука Будет Плясать На этом моменте Я закончу Данный выпуск Если У кого-то Что-то Не работает То Для сверки Кода Я оставлю Ссылку В описании До встречи В следующем видео